Я думаю, что прежде всего мои соболезнования всем украинцам, это мой братский народ, я никогда его ни на кого не променяю. И я в том смысле говорю, что мне кажется, тратятся огромные суммы американскими, в том числе спецслужбами, чтобы рассорить наши братские народы. Вот это мое мнение, прежде всего. Потому что невыгодно, что такие два братских народа вместе в тандеме существуют, развиваются и так далее. Проблемы есть в любом государстве, в любом обществе, и в Украине, и в России они есть, и в Америке они есть. То, что украинский народ устал от власти неугодной, но в любом случае я считаю, что, конечно, то, что произошло в Украине, безусловно, это проплаченная акция третьими лицами. Потому что все же не так, цивилизованное общество не так должно менять власть. Существуют рамки закона, перевыборы, без всяких вот этих вмешательств, каких-то бандитов непонятных. Я считаю, что, конечно, должны были люди объявить импичмент президенту, если он их не устраивает. И дать возможность по правилам, которые приняла конституция украинская. Там же очень много людей во власти. Во власти есть хорошие люди. В народе считается, что все плохие. Нет. Я лично знаю людей, которые занимаются политикой, очень порядочные, горят желанием что-то сделать хорошее. В Украине то же самое, я думаю. Поэтому мир состоит из черного и из белого. Но то, что произошло, это проплаченная акция, нацеленная в том числе и против России. У меня сердце крови обливается, как просто у гражданина, который живет. И я слышу со стороны украинских моих друзей, коллег негодование в адрес нашей власти, нашего народа. Я говорю, ребят, вы что? Я говорю, моя мама живет в Волгограде. У них там нет сейчас дороги все разбитой. Надо что-то решать. Причем здесь моя мама, грубо говоря, москалька они называют. И ваши проблемы, которые у вас случились, это совершенно мы ни при чем. А то, что мы переживаем или хотим помочь чем-то, но как помочь и чем, я пока не понимаю. Честно. Продолжение следует...